30 имен и трагические даты 41, 42, 43. Эту стелу установили в промышленном районе Самары 16 лет назад, как символ подвига жителей поселка Яблонька, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Здесь же лежит многотомная книга памяти о 220 тысячах куйбышевцев, павших на полях сражений. Место знаковое для всего района, и потому его приводят в порядок особо тщательно. Наш дом не ограничивается нашей квартирой. Наш город – это тоже наш дом, и мы должны что-то сделать для этого, чтобы он был чище, красивее и приятнее нам будет всем. Два года назад площадку отремонтировали. В прошлом году открыли сквер. Его назвали Яблонька в честь поселка, который был здесь в 80-х годах прошлого века. Ни погода не остудила пыл неравнодушных горожан. Благоустраивать вышли не только парки и скверы. Новые краски в свой двор привнесли жители 33-го дома на Волжском проспекте. Уборку здесь начали еще в конце марта. Осталось самое приятное – высадить новые цветы и деревья. В принципе, мы готовы и в дождь, как видите. Никто не расходимся. Привезли розы, вот сейчас подарим. Мы сделали наш двор зеленым, цветущим. Только осталась побелка бордюров, побелка деревьев. Какого цвета будут розы – сюрприз, который приоткрыться должен к середине лета. Газоны в этом дворе радуют разнообразием. Есть и родные хвойные деревья, и экзотические растения. Все под пристальным контролем председателя Совета МКД. За каждую клумбу назначены ответственные жители того или иного подъезда. Помогать приходят и соседи. У нас очень дружный микрорайон. Мы всегда собираемся на все праздники, на все мероприятия. Помогаем друг другу. Мы делимся всяким посадочным материалом. А двор Нарцы Бушевской уже в цвету. Ничуть не хуже японской сакуры – усыпанные белыми лепестками абрикосы. На субботники жители добавили еще одну яркую ноту – красно-белые бордюры. Марина Кравцова, Константин Головин. События.